МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Наши новости в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. В данные минуты глава города Сергей Дугин отчитывается перед депутатами о проделанной в 2018 году работе. Еще до начала мероприятия некоторые эксперты предположили, что большинством голосов доклад будет одобрен. Во всяком случае, еще не было такого, чтобы руководитель Бурнаула получал неудовлетворительную оценку. В отличие от мэра Рубцовска, напомним, накануне доклад Фельдмана депутаты не приняли. Подробнее об отчете главы Бурнаула мы расскажем в вечернем выпуске новостей. Сейчас вернемся к теме, о которой мы рассказывали в прошлом эфире. Молодая мама из Бурнаула пыталась украсть своего ребенка из детского дома. По словам женщины, ее дочь не должна там находиться, но органы опеки так не считают. Как удалось выяснить нашим корреспондентам, женщина на время отдала детей бывшему мужу, их отцу, а тот передал дочерей в полицию. Мы связались с мужчиной по телефону, он пояснил, что отдал девочек из-за проблем на работе. Следить за ними было некому, и вот фрагмент телефонного разговора. Перед тем, когда я детей забрал себе на ночь, она написала, она сходила в ПДН, в органы опеки, писала заявление, что она отказывается от детей. Она не может, не вывозит, ей работать надо, еще что-то там. Я пока вообще хотел временно, потому что мне надо было выйти на работу и сделать эти ДНК, чтобы свою дочь оставить у себя. У меня повесили огромные алименты на всех детей, которые даже первая не моя. По словам Евгения, он планировал накопить деньги, чтобы сделать тест на отцовство. Мужчина предполагает, что его биологическим ребенком из трех является только одна девочка. Мы же продолжим выпуск. Сотрудники транспортной полиции в Барнауле задержали 30-летнего мужчину, который производил закладки наркотических средств на территории железнодорожного района краевой столицы. Близко даже не подходили. Это кадры оперативной съемки. Задержанный показывает, как он действовал. Просто закидывал свертки с веществом розового цвета за забором. Таким свертков у него обнаружили 30. Эксперты выяснили, что в них есть наркотические вещества. Задержанный оказался жителем Словгородского района. В Барнаул он приезжал несколько раз в неделю, чтобы сделать закладки. Сбудь наркотиков был его основной работой. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Тем, кто покупал наркотики у гостя Барнаула, подозревают троих человек. Тоже грозит срок, правда гораздо меньше, до трех лет лишения свободы. Сейчас в Барнауле подводят итоги работы региональной онкослужбы за минувший год. На специальной конференции специалисты обсуждают методы борьбы с раком, разработанные в рамках нацпроекта «Здоровье». Участвуют хирурги, радиологи, химиотерапевты, специалисты по диагностике. Особое внимание специалисты уделяют проблеме маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественную опухоль или при установленной онкологии. Подробнее о диагностике, лечении наиболее распространенных в крае раковых заболеваний, легких, прямой кишки и груди, расскажем в вечернем эфире. А прямо сейчас новый день. Нет, это не название очередного хита Григория Лепса. Именно так переводится название одного из главных восточных праздников. Мусульмане всего мира отмечают наврус. В Алтайском техническом университете студенты устроили настоящий фестиваль национальных блюд. Тут экзотические явства пробовал и наш корреспондент Илья Кочетков. Радоваться весне, воспевать красоту, жизнь и, конечно, угощать всех желающих традиционными кушаниями. Именно так встречают наврус, праздник весеннего равноденствия, чья история насчитывает тысячи лет. А для студентов-иностранцев это еще и возможность через еду показать свою культуру. Это наше казахское национальное блюдо, называется бешпармак. Раньше называлось бешпармак в переводе «пять пальцев», потому что раньше кочевники ели пальцами. Всего лишь мясо, вареное с лапшой, но какое разнообразие! Рядом тоже бешбармак, но уже киргизский. Кстати, это легендарный кумыс, его сделали заранее из настоящего кобыльевого молока. И здесь же фигурный сладкий хворост, цветами и формой похожий то ли на солнце, то ли на цветок. Символика навруза буквально пронизана образами расцветающей жизни. Также киргизские студенты угостили нас настоящим летним напитком из пшеницы. Называется шо-ро. Он делает только лето. То есть выходит на улицы, и женщины входит только лето. Можете попробовать. Необычно. Похож на недобродивший хлебный русский квас. Считается, что чем разнообразнее будет в эти дни праздничный стол, тем обильнее будет и весь следующий год. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. О погоде в регионе через несколько секунд спонсор прогноза компания «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» – вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. На всей территории края ясно. Плюс 6 в Алейске, Заринске и Рубцовске. На градус теплее в Заменогорске и Бийске. Плюс 8 в Белокурихе. В Барнауле днем плюс 5. Южный умеренный ветер. Телефон редакции 722-440. А у меня на данный момент все новости. Очередной выпуск нашей программы уже вечером. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok